Здарова народ! Продолжаем изучать мир М. Сегодня поговорим о том, что делать, когда вы докачались до 27 уровня. И чтобы продолжить основной квест, нужно подрасти до 30. Итак, прежде всего, стоит начать с такого показателя, как бодрость. При полной шкале мы получаем 200% к опыту за убийство мобов, но постепенно шкала бодрости падает и дается меньше бонус к опыту. Допустим, когда она израсходуется на половину, то будет уже не 200% бонус на экспы, а всего лишь 100%. Изначально на стандартном перевоплощении белого цвета этот бонус будет работать 2 часа. Затем, когда вы получите перевоплощение зеленого цвета, эта шкала будет уже на 4 часа, на синим на 8 часов и так далее. Бодрость в мир М можно восстановить несколькими способами. То есть за время, проведенное в оффлайне, вам это начисляется. Если вы стоите в городе, то получаете. И если занимаетесь добычей ресурсов. Ну или также можно восполнить этот показатель с помощью пожертвования темной стали. Итак, как же качаться в МРМ? Можете попробовать делать дополнительные задания и поручения. В плане опыта награды не особо интересные. Но там могут насыпать немного различных плюшек, в том числе и зеленые инструменты для сбора ресурсов. А вот это уже полезно. Что же нам остается делать, чтобы получить опыт? Ну, придется просто гриндить мобов. Естественно, делаем это при наличии бодрости. Что делать, когда бодрость заканчивается? Стоит перейти к развитию добычи, сбора или рыбалки. Помимо прокачки этих профессий, как вы помните, мы восстанавливаем очки бодрости. Могу посоветовать вам брать в группу вашего твинка, если он у вас, конечно же, есть. И для этого есть две причины. Первая. Со временем по мере прокачки скилла и смены локаций, мобы у ресурсов станут агрессивными и будут прерывать процесс добычи. Вот с этим и поможет твинк, который будет рубить агрессивную фауну рядом с вами, пока вы копаете. Да, кстати, не забудьте поставить на твинке галочку «Бой рядом с лидером группы», чтобы он далеко не убегал от вашего мейна. Ну и вторая причина вытекает из первой. Так как вы в пати, а твинк рубит мобов, то ваш мейн будет получать опыт. Да, не так много, но это же лучше, чем ничего. Вообще, вам стоит задуматься, до какого уровня падения бодрости гриндить мобов рационально. Решайте, конечно же, сами. Тут все индивидуально и зависит от времени, которое вы можете тратить на перестановку персонажа с одной активности на другую, от цвета вашего перевоплощения, да и желания в целом. Также желательно, чтобы у вас был собран сет платина, который дает 10% к опыту. Подробнее об этом было в прошлом видео. И были заготовлены зелья на плюс 10% опыта, которые бесплатно дают, просто за нахождение в игре. Ладно, теперь поговорим о том, где в мире гриндить мобов. Прежде всего, нужно зайти в раздел земли и выбрать башню печати. Это подземелье с несколькими этажами, с различными уровнями сложности, где с мобов будут давать повышенную экспу и неплохой дроп. Естественно, начинаем с первого левела, на другие нам пока что рано. Из минусов можно отметить, что доступ вы получаете лишь на час в сутки. Да, можно взять дополнительное время с помощью камня пополнения башни печати, который можно купить в шопе за столько обычных монет. Ну или этот предмет можно выбить также с мобов башни печати. Еще минус, это то, что подземелье имеет лишь один слой. И народу там, ну как сельди в бочке. Поэтому будет не так-то просто найти себе местечко для фарма. И не забудьте запастись зельями по полной. Хоть тут и есть НПС, который их продает, но цены у него завышены в два раза. Также можете попробовать свои силы во втором подземелье, которое называется Фантазийные тайные земли. Тут вам дается уже 8 часов, но обновляется лишь раз в неделю. Впрочем, дополнительное время также можно купить за монеты или выбить тут же с мобов. Этот данж не слишком хорош для прокачки, так как нет никакого бонусного опыта. За моба дают почти в полтора-два раза меньше экспы по сравнению с той же башней. Однако, конкуренция тут пониже, а плотность мобов повышена. Плюс дроп будет поинтереснее. Два оставшихся подземелья пока рассматривать не будем, так как там слишком высокие требования к уровню эгиру. Ну вот мы сходили в эти земли, а дальше-то где качаться? В обычные подземелья не ходите. В целях прокачки это будет лишь трата времени. Ну, встаются мобы в открытом мире. Советую вам выбрать пещеру нефариксов. На каждом уровне будет моб с иконкой зеленого черепа. То есть это элитный моб. Вот это и будет местом вашего фарма. С элиты падает чуть больше опыта, а самое главное раза в два больше монет. Поэтому вы не будете сильно проседать по финансам, которые будут вам нужны на покупку зелий, ну и не только. Выбирайте этаж по своим силам. Важно, чтобы мобов убивали быстро, а не ковыряли там по 20 секунд. Если же элита даже на первом этаже вызывает затруднения, то отправляйтесь в поле Бечона и кошмарьте элиток там. Ладно, пожалуй, на этом все. Надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое. Удачи!